Приветствую вас. Давайте мы с вами разберём ваш вопрос, который вы задаёт. Что делать, чтобы мама поняла, что я подрослела? Для этого нужно вести себя как взрослый человек и, в общем-то, ничего никому не доказывать и ни с кем не бороться. Ну и, в общем-то, излучать, показывать уверенность в себе. И всё это не гарантирует вам, совершенно не гарантирует вам того, что ваша мама примет вас и признает, что вы подрослели. Когда мне было 18-20 лет, я вляпалась в отношения на расстоянии. Пишите вы. Ну, то, что вы говорите про вляпались, для меня несколько означает, что в той или иной степени вы обесцениваете этот опыт. Да, вот я думаю, что не случайно вы в такие отношения попали. Я думаю, что связано это с тем, что если мама у вас гиперопекающая, то, с одной стороны, человеку хочется свободы какой-то. А с другой стороны, недостаточно сильные личные границы. Ну, вот, скажем так, не позволяют человеку комфортно себя чувствовать в отношениях, ну, скажем так, более-менее реальных, да? Мы жили в разных городах, но часто мотались друг к другу. Первый год был чудесный, потом начались проблемы. Человек не любил меня, лишь позволял себя любить, плюс сам почти в 30 лет детство играл, и ему игрульки с друзьями были важнее планирования совместного будущего. Ну что же, здесь хочется сказать, что то, что вы ориентированы на совместное будущее с человеком, да? Ну, на мой взгляд, большая проблема, потому что в этом случае вы как будто бы удовлетворяете свою потребность в безопасности, да, вот, потребность в защищённости, потому что, судя по всему, у вас не было и нет папы. И вот этот момент, этот момент, ну, конечно, серьёзный, потому что вы можете довольно легко игнорировать личность, личность человека, как человека, так и свою личность, так и свою личность вы можете игнорировать. А если вам вдруг покажется, что с этим человеком у вас может быть совместное будущее, то есть я бы обратил внимание именно на значение для вас этого будущего, да, и на то, что хорошо. Хорошо. С другим человеком у вас может быть получится, может нет. Будущее, я имею ввиду, а вот что делать вам самой, да, и вот как-то, ну, как-то обеспечивать это будущее самостоятельно вам. Вот, да, это вот очень такой серьёзный вопрос. Вот. Дальше. То есть, работать вот с базовой потребностью безопасности и защищённостью, вероятно, с тревожностью. Так, я вела себя неправильно, была собачкой, хатикой, первая любовь стала для меня всем миром. Это не случайно. Такая реакция, такая реакция. Ваше совершенно не случайно. Я думаю, что это связано с тем, как у вас устраивались отношения с мамой, да, это связано с тем, как у вас устраивались отношения с самой собой. Вот, и так далее. То есть, но в целом это свидетельствует о том, что вот, когда любовь становится всем миром, это свидетельствует о том, что человеку не очень интересна его жизнь, к сожалению. Вот. То есть, человек готов, вот, пренебречь своей жизнью, вот, ради, там, другого кого-то. Дальше. Дальше. Расставание было быстро безболезненным, но шла к нему долго и больно. А вот почему? Вот это очень травмировало вас, судя по всему. Вы работали с этой травмой, вы проживали её. И вот с этого момента прошло 4 года, мне 25, всё это время я была одна. И не случайно вы боитесь теперь сближения. Вот. Потому что, ну, проблемы никуда не делись, да, личные границы, тревожность и так далее, всё никуда не ушло. Вот. Вот. А, ну, навыков вы не приобрели и с собой не работали. Дальше. Были попытки свидания в своём городе, но что я не нравилась, то не нравились мне. Ну, опять, опять же, смотрите. А что вы здесь, по сути, делаете? А, по сути, вы здесь, скажем так, изолируете, вы изолируете отношения. Понимаете, да? То есть, вы просто выносите факт отношений в некую такую отдельную графу. Вот. Свидания, вот то, что у вас. Свидания, да, и так далее. Об этом косвенно свидетельствует. То есть, не на интересах общих вы устраиваете отношения. Не на совместных, значит, впечатлениях вы устраиваете отношения. А именно, вот именно, только, судя по, опять же, тому, что вы пишете, вот, на чем-то отдельном. Вот. Потому что свидание, это вот, по сути, изоляция этого, типа, взаимодействия. То, что, то вы не нравились, то вам не нравились. Ну, вообще-то, эээ, очень редко бывает. Так, что человек может, вот, взять и сразу понравиться. Ну, так бывает редко. Нужно время. Узнать человека и так далее. Ну, на свидание, как, как, как узнать человека? Ну, никак. Вот. Поэтому здесь эта история, опять же, про страх. Страх сближения. Вот. Про некий, некий поиск кого-то конкретного. Возможно, вы, выискали в какой-то степени образ того мужчины. Только более, ну, более правильный, да, более подходящий для вас. Вот. То есть, эээ, тут вот, эээ, тут такой вот момент, и он, ну, в принципе, в целом, как мне кажется, довольно серьезный этот момент. Дальше. А, значит, и вот, сейчас я снова в отношениях на расстоянии, да, то есть, опять же, вы, вот, в принципе, все это за мной повторяется. А полторы года общалась с иностранцем, 38 лет, а летом он приезжал в мой город на две недели, чтобы видеться вживую. Мы провели чудесное время вместе, он был настоящим джентльменом. Вот, ни одного, все равно, момента не было, только шестый. Ну, вот смотрите, опять мужчина старше вас, причем, ну, приличный, да, то есть, эээ, тогда, тогда, вот, 4 года назад, человеку было 30, сейчас 4 года прошло, человек еще более старше, получается. Ну, определенно вы ищите отцовскую фигуру. То есть, вот, он был настоящим, так, а юлить не буду, хотелось бы совместно будучи с него, смотрите, опять совместно будучи с ним. То есть, не совсем понятно, да, насколько, насколько вообще друг другу подходят. То есть, счастье, провели две недели вместе, это здорово, то, что он был джентльменом, это круто. Но, что вас объединяет, понимаете ли вы, чем человек живет, чем вы живете, какие у вас цели, какие у него цели, какую, и так далее. А вы, как вы говорите, просто совместно будучи с ним так, как будто это все, что вас волнует. Вот, то есть, вот, хочу, хочу себя защитить, как вы говорите вы. А, так, дальше. А, значит, эээ, так, ну, наученный горьким опытом я далеко вперед не догадываю. А, вот, смотри, смотри, смотрите, аноним. А, что это за горький опыт такой? Вот, как выходит, что этот опыт, да, вы называете горьким. Вот, что очень интересно. То есть, за счет чего он горький, этот опыт, позвольте спросить. Он горький за счет того, что у вас не получилось реализовать, вот, то, что вы хотели, а именно, ну, вот, эээ, совместное будущее. Потому что и там, и там у вас совместное будущее. Или горький опыт по другой какой-то причине. Вот, можно этот момент тоже постараться прояснить. Моя мама с позитивом отнесла к его приезду, они видели все хорошо. Причем здесь вообще ваша мама? Ну, то есть, вот здесь появляется ощущение, да, такое, что вы хотите, чтобы она вам что-то разрешила. Вот, ну, вот, ну, вот такое, такое чувство появляется. Просто, просто, при чем здесь ваша мама? А какое оно отношение имеет, эээ, ну, к вам? Да. И в этом, ну, в этом смысле, вот, да, в смысле, в смысле, вот, в вашей жизни, ну, в вашей жизни я имею в виду. Вот. Вы говорите, вот она увиделась с ней, все хорошо и так далее, и так далее. Ага, а если бы не увиделась, было бы, что, что-то плохое случилось бы и так далее. То есть, уверены ли вы их иными словами, что сами не придают их чрезмерного отношения своей маме. Так, эээ, значит, когда я сообщил о том, что в ближайшее время мы хотим встретиться на нейтральной территории, взбесилась и начала говорить, что им в поторах он странный. Ну, эээ, вот вы говорите, мы хотим, мы встретиться на нейтральной территории. К чему здесь мы? Когда в целом достаточно только я. Значит, я. Просто я. Хочу гулять там, значит, встретиться. Ну, говорите, мы. Это наводит на мысль о том, что вы находитесь с мужчиной в слиянии. Вот. Когда идёт Мэй. Ему под сорок, он странный, раз не женат, может, больной или нормально, не с ней никуда ехать, он тебе шею свернёт и зачем-то заразит. Вот, то, что у меня интимная жизнь была, то, что у меня может быть интимной жизнью, она вообще не может принять, считать, что при первом же сексе я или залечу, или заболею. То есть, у меня много лет мужчины не было, её не беспокоят. Какое маме дело? Откуда у вас вот эта история? Почему её должна беспокоить вашу личную жизнь? Не я. То есть, как бы, мам переживает свои какие-то страхи. Вот. Ммм. Как бы, пусть переживает. Вы дальше пишите, что вы взрослый человек, что вам она ничего запретить не может. Ну, прекрасно. Ну, почему же вы пишите, что она не может принять, что у вас может быть секс? Да, она не может принять, потому что она мать ваша. Ей как бы не нужно принимать. Но вот вам как будто бы нужно, чтобы она приняла. Вам как будто бы нужно, чтобы она разрешила вам, знаете, внутреннюю неуверенность зависит от мнения мамы. Хоть вы этого не признаете сейчас и не согласитесь и будете отрицать. Но, вот вы пишите, то, что у неё много лет... У меня много лет мужчины не было, её не беспокоит. А это ваша личная жизнь. Почему её должна беспокоить ваша личная жизнь? Знаете, вот. Вот. То есть, в том, что её не беспокоит ваша личная жизнь. Вы для себя видите обесценивание своей значимости как женщины. И вот вам уже нужно доказать ей, что как женщина вы важны. Сейчас я вижу, что её просто корёжит от того, что формально она не может мне ничего запрещать. Пока живём вместе, но я работаю, сама себя обеспечиваю, по возможности помогаю семье. Знаете, вот. Вы видите, что её корёжит от того, что она не может вам ничего запрещать. Это проекция ваша. Даже если ваша мама мыслит такими категориями, то субъективно вы сейчас сами мыслите запретами и разрешениями. Это первое. Второе. Вы говорите, пока живём мы вместе, но я работаю, сама себя обеспечиваю, по возможности помогаю семье. Вот понимаете, какая штука. Вы говорите, пока мы живём, пока мы живём вместе. Пока. То есть, предполагается, что вы хотите жить одним. Но вы говорите, по возможности помогаю семье. Так вот, человек, который живёт отдельно, он не будет помогать семье, если все члены семьи здоровые и дееспособные. Не будет. Он будет все деньги вкладывать в себя, чтобы быстрее приобрести автономию. Зачем вам помогать вашей семье, если вы хотите жить отдельно? Понимаете? Понимаете? Вот. Вы на это скажете, ну, это ж моя семья, да, я люблю и хочу для них что-то делать. Я верю. Я верю. Только всё это идёт в копилку к тому, что вы продолжаете испытывать проблемы с собственной автономностью. Будь то молодой человек первый, будь то молодой человек второй, будь то свидание, будь то ваша мама, вот. Проблема с автономностью. Я мог бы предположить, что вам бы хотелось жить отдельно от мамы сразу с молодым человеком, а не самым. Но это моё предположение. Так, я взрослый, но миром как-то решить ситуацию не получается. Миром для кого? То есть, как нападает на вас ваша мама? Кроме вот того, что она говорит, да? Как? А вот вы от неё требуете согласиться. С вами. То есть, вы пытаетесь ей доказать что-то. Это не взрослая позиция. Видимо, она хочет, чтобы я вечно была у её юбки и под её контролем, а я жидко устала от гиперопеки и отнести сообщений в день, что ты как, ты где, ты и что делаешь. Опять же, это ваша проекция. Ваша проекция, судя по всему, это вы сами думаете, что она хочет, чтобы вы остались у её юбки. С точки зрения психологии, это ваше подспорное желание оставаться у её юбки. В противоперативном случае, как я уже сказал, вот вы 25-ти годами, да, уже снимали бы квартиру и жили бы от него. И вы совершенно точно не стали бы, значит, маме говорить о том, что в ближайшее время там и так далее. Вы совершенно точно не стали бы знакомить маму с мужчиной, который приехал к вам на две недели, вот, и с которым ещё не совсем понятно, что будет, получится ли или нет. Вот. То есть, ну, вот, знаете, какая штука, какая штука? Это всё как будто бы про вашу несепарированность от неё, не автономность ваша. Похоже, только в другой стране обрету покой, но пока я сама не понимаю, реально ли это, реально что? Приехать в другую страну или обрести покой? Покой вы в другой стране не обретёте. Пока его не будет здесь с вами, у вас внутри, вы не обретёте покой нигде. Жизнь покажет, а пока подскажите, пожалуйста, как вести себя с такой мамой. Подсказал? У меня уже нет сил и нервов. На что они пратятся? Давайте разберёмся, на что они пратятся, на что они уходят. Это ваш внутренний конфликт. Судя по тому, что вы пишите. Так, возможно, ей не дают такое мои первые отношения, в которых я настрадал. Это её проблема. Я не могу до неё достучаться. Я очень другая, человек другой. И выводы я сделал с того раза, и вообще всё поменялось. А вот здесь, я боюсь, с вами не соглашусь. Как видно из моего ответа, не очень сильно вы поменялись. Да, вы обросли более высоким интеллектом. Вы обросли рационализацию. Вы обросли механизмами защиты. Вы обросли эрудиции. Но по вашему тексту я бы не сказал, что вы изменились. К сожалению. Это не в смысле того, что ваша мама права, а в смысле того, что сам факт, что вы пытаетесь до человека достукиваться, объясняя ей, что вы другая, уже говорит о том, что вас её слова задевают. А значит, вы сомневаетесь, а значит, что-то осталось. И второе, это то, что пока вы свою маму успокаиваете и пытаетесь за неё сейчас, она будет всё больше убеждаться в том, что она права. Далее вы пишите, помогите, помогите, пожалуйста, пожалуйста, в чём именно вам помочь? В том, что у вас нет нервов или в том, как вести себя с мамой? Знаете, у меня такое ощущение, что вы не сформулировали точно свой запрос. Его как будто бы нет. Как вести себя с мамой? Как вести себя с мамой, чтобы что? Чтобы она перестала вам это говорить? Никак. Никак. Чтобы вести себя с мамой оптимально, нужно сначала разобраться в своих чувствах, освоить действительно взрослую модель поведения, поработать с личными границами, сепарироваться, может быть, потому что вы взрослая уже. А она, ну, и находитесь вы на её территории. И вот дальше уже смотреть. С учётом травмы ваших прочных отношений и всего мною сказанного, самый лучший способ решить ваши проблемы – это пойти на психотерапию. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.